Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нет, чувствуя ценности, я пренебрегаю собой, помогаю другим, вижу в них ценность, как это значимый для себя. Пример, мы гуляли в компанию, две девушки, два парня. Один парень сказал, что уже поздно и может быть мне пора домой. Было около 12. Девушка сказала, чтоб я шла домой, а ее парни проводят. Другой сказал, что либо все, либо никто. Я сказал, что не отдавлю ее одну с двумя парнями, а ей было неважно, дойду я или нет. И так всегда, не знаю, что делать. Ну, во-первых, что это за девушка, если это ваша подруга, это одно дело. Если это случайный человек, это немножко другое дело. Так что пример здесь не совсем, наверное, корректный. Вот. Может быть, если бы вы привели еще пример, было бы лучше. Вот. А сейчас пока речь просто как будто бы идет о том, что не оправдались ваши ожидания от человека. Но человек, в принципе, ваши ожидания оправдывать и не должен. Мне не совсем понятно. Другой момент здесь. Вы говорите, что девушке было неважно, дойдете ли вы, ну, дойдете ли вы до дома или нет, да? Но ведь и вы, получается, тоже не уважали ее решение остаться одной из двумя парнями. То есть вы тоже оспорили ее. Поэтому тут не все так однозначно, на мой взгляд. Что касается ценности, то я думаю, что это хороший запрос на психотерапию, во-первых. Потому что чувства ценности, как бы, чувства ценности нет как такового. То есть нельзя почувствовать свою ценность. Потому что, ну, человек, он может испытывать другие чувства, но вот чувство ценности не входит в этот спектр. Я думаю, что речь идет немножко о других чувствах, вот. Например, чувство ценности, это чувство улюблевленности, это чувство такого, знаете, такого расширения своего, чувство объемности своего, чувство значимости, ощущение важности чего-то. И начнем, наверное, здесь с того, что у вас это чувство, эти чувства всегда есть и были. Они и присутствуют у вас в настоящее время, просто вы их подавляете. У подавления есть выгода, то есть нужно понимать, что подавляя определенные свои чувства, вы получаете выгоду. Ну, например, вы можете, благодаря вот этой ситуации, которую вы описали, вы можете на эту девочку обижаться, вы можете, возможно, не делать для нее чего-то, чтобы стали делать других, ну, в другой ситуации. То есть как будто бы здесь вот это разочарование вы используете для того, чтобы быть более свободным от человека. Поэтому, да, нужно определить выгоду вашу от подавления. Нужно заметить само подавление, то есть когда, как и чем, точнее, когда, как и за счет чего вы подавляете. Значит, ну, себя, да, твои переживания и что именно вы подавляете. То есть если там вот что-то еще, а какие-то еще вещи, которые вы могли бы подавлять себе, опять же. А дальше, чтобы почувствовать свои ценности, на самом деле нужно делать то, что важно вам. Нужно делать то, что, ну, то, что значимо для вас. Понимаете, да? Если вот прямо сейчас вы как-то этим не очень занимаетесь, да, то есть если прямо сейчас вы не уделяете этому внимания в полной мере тому, что могло бы быть вам важно, что естественно, ну, естественно, что вы будете обращать внимание на вот какие-то другие, на какие-то другие вещи, вот. вы будете обращать внимание, естественно, и вот это будет вас, конечно, как-то вот обеценивать. Вот, поэтому, поэтому, что нужно сделать? На мой взгляд, нужно сначала определиться вообще с вашими ценностями. Какие ваши собственные ценности, вот, что ваши собственные ценности из себя представляешь, да? Ну, как они выглядят, эти ваши ценности, вот, потому что, ну, потому что сейчас я бы сказал, что вот они довольно-таки, знаете как, довольно-таки расплывчато выглядят, да? Они довольно-таки размыто сейчас вырисовываются, вот, потому что, ну, потому что вы как-то вот их, ну, по-видимому, не проявляете, да, никак особо, вот. Вот, и, естественно, почувствовать, почувствовать себя, значит, как-то вот значимый и важный вам сложнее, потому что, ну, на что вы могли бы опереться, да? В этой ситуации, вот, значит, ну, вы могли бы опереться на себя, да, пример. Вот, окей. А что такое опереться на себя, да, вот, опереться на себя, это как? Как это вообще? Как это? Как это вообще? Можно вот на себя опереться оба клаппа? Ну, вот, я думаю, что если вы хотите на себя опереться, то лучшим способом, будет вот как раз таки. постараться как раз определить значит, какие у вас приоритеты ценности и уже опираясь на них как-то выражая их проявляя их демонстрируя их вы получите для себя вот как раз таки вот этот шанс на то, чтобы почувствовать себя как-то вот более ценно только таким мне кажется образом можно решить вашу проблематику такую вот а это психотерапия, да, потому что идентификатор чтобы, ну, чтобы вот идентифицировать чтобы идентифицировать то проявляете ли вы свои ценности или нет вот нужно прислушиваться к себе вот соответственно если вы этого не делаете как-то как-то внимания то того откуда в данном случае возьмутся вот ну вот эти чувства которые собственно вы описываете ну которых вам бы хотелось вот вот да то есть ну при этом при этом при этом я очень хорошо понимаю вас вот я очень хорошо понимаю ваше желание и я думаю что вот на что бы ну на что бы я обратил еще внимание здесь это пожалуй только на то а вот к примеру чувствовали ли вы себя вот так вот как ну как описываете да ладостью ну то есть если если у вас то на что вам можно было бы опереться как вы поймете что ну что добились достигли того вот чего ну чего вам хочется ну понимаете да какая штука какая штука здесь то есть ну я думаю что конечно если вы не привыкли да к себе прислушиваться то конечно ваша стратегия поведенческая она оставляет вас лучше лучше это естественно это естественно вот ну нужно вас научить научить вас другой поведенческой стратеге более более что называется такой вот отражающий условно говоря то что вам хочется вот я думаю так я не вижу в этом чего-то сложного вот кроме 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 пожалуй только какой-то вот некой такой знаете ну расплывчатости в выражениях да вот и если вот вы немножко конкретизируете то что вы хотите да допустим вот я думаю что я думаю что сложности не возникнут с тем чтобы вам оказать достойную помощь и чтобы вы как-то вот себя почувствовали ну чтобы чувствовали себя хорошо вот как-то как-то так я думаю можно вам ответить я надеюсь что это было вам интересно надеюсь что вам это было полезно вот значит я хочу пожелать вам всего самого доброго я хочу пожелать вам удачи я хочу пожелать вам того чтобы вы как-то все-таки немножко да определились более конкретно с чем вы хотите делать что и с чем вы хотите делать вот я хотел бы чтобы вы определились с этим я хотел бы чтобы вы поработали еще и с с ожиданиями вот людей потому что там если ваши ожидания не совсем вот ну такие знаете корректные да то есть если вы ждете например чего-то то ну вы просто можете разочароваться вот и хотелось бы чтобы вы более внимательно были вот к к своей реакции к своим реакциям вот потому что ну вот вы говорите за то да словно что значит вот эта девушка не уважает вас вы говорите об этом но здесь ведь ситуация склад складывается ну вот таким образом что мне лично показалось да мне лично показалось что вы тоже как-то вот не очень ну приняли вот не очень приняли а ее решение вот ее выбор быть вот ну не то ага не то чтобы не то чтобы вы должны были это делать конечно вот ну и вы не должны но тем не менее тем не менее вот значит всего вам самого доброго обращайтесь за помощью удачи я